Будни перекупа в эфире, как всегда, по пятницам на канале iDen, где мы пытаемся заработать на PlayStation 5 без вложений на перепродажи до нового года. Как думаете, чё, как вообще получится? Успеть или нет? Пишите свои варианты в комментариях. Ну и, кстати, косарик за рандомный комментарий разыгрывается прямо сейчас и получает его вот этот братишка. Спасибо, ребят, что пишете комментарии. Давайте продолжим традицию розыгрышей косаря за комментарий, так что пишите, может быть, вам повезёт в следующий раз. Ну и, конечно, давайте попробуем побить рекорд и собрать 12 тысяч лайков за неделю. В прошлой серии мы сыграли ва-банк и потратили абсолютно все деньги на то, чтобы купить вещи для перепродажи. Успели продать золочный iPad, iPhone 6s и фоллоу-фокус для стабилизатора Ronin. Таким образом, наш бюджет составил 11 060 рублей. Сломанный Ronin, который не успел продаться, заказали в Воркуту за 9 тысяч рублей. Осталось дождаться, пока эта вещь дойдёт до Воркуты, получить свои 9 тысяч на карту, ну и прибавить их к нашему бюджету. В итоге на этом лоте мы с вами заработали 5 тысяч рублей чистыми. И наш бюджет теперь составляет целых 20 060 рублей. Опа, пошёл выкинуть мусор. Нашёл здесь принтер. Разбили. Картридж можно забрать, гипотетически. Сам тут принтер уже, видимо, всё. Только на запчасти, но вот картридж, блин, я весь в говне. 2 тысячи стоит такой новый, это фотобарабан называется. Я хрен знает, можно ли его заправлять или нет. И вообще заправлен он, есть ли тут какие-то ещё чернила или нет. Но, скорее всего, так как он меня красит, что-то здесь есть. За 500 рублей я сейчас попробую ему скинуть. Скажу честно, объявление я выложил по приколу. Но этим же вечером товаром заинтересовался аккаунт, который, как я понял, занимается такими принтерами. Я признался, что не знаю, работает картридж или нет, и покупатель оформил заказ. Я в шоке. Успел за час до закрытия почты отправить вот эту вещь. Уже запаковал файлики, чтобы оно не испачкалось. Картридж отправлен, и я сейчас подумал, у меня сейчас нет денег, потому что всё, что мы продали, люди не получили. До сих пор неделя прошла, не знаю, когда это случится. И покупать просто не на что сейчас товары. А на этой неделе нужно что-нибудь заработать, поэтому почему бы не попробовать походить по помойкам? Короче, давайте завтра попробуем этим заняться. Чисто ради интереса. Ну, а заработать в наше время можно гораздо проще. Наши друзья, это сайт Викео, площадка с оптовиками, Marketplace, где вы можете купить технику, электронику, оптом по низким ценам, чтобы продавать в розницу. Это тот сайт, на котором я неделю назад сделал заказ, и вот мне уже пришла коробочка. И прямо сейчас уже идёт продажа, я развиваю свой магазин. В общем, об этом не буду спойлерить, вы узнаете на следующей неделе. В общем, если хотите начать развивать товарку, то Welcome на Викео. Ссылочка будет в описании. Есть личный кабинет на сайте, и доставка очень быстрая. Советую. Попробую посмотреть, что здесь вообще есть. В этом баке, в первом. Такой огромный, большой. Ой, что-то уже вылетает отсюда. Это автоматическая система. Здравствуйте. Здравствуйте, а вы-то что? А я тут искал, чем поживиться меня. Залазь сюда. Всё, отлично. Ребята, давайте вас тоже приглашаем в мусорку. Пожалуйста, залезайте. Всегда мечтал это сделать. Так. Опа. Значит, мы берём сразу и находим вот такие конверсы. Вот смотри. Ну, они ушатанные в хлам. 46 размер. Футболка осень, но её никто не купит подушатанная. Но носить можно. Нужно проверять карманы. Вот, проверь. Вдруг там кэшбэк в виде денег есть. Да, кэшбэки. Люди бывают, забывают что-то. Куртка без кэшбэка. Мы её не берём, правильно я понимаю? Она не ликвидная. Её не продать. Посмотри, а вот эту тоже какая-то обувь. Опа. Опа, прям беленькие. Слышь, адидасы. Адидасы. Оригинальные. А как-то определяешь, что-то оригинальное. А я вижу по качеству. Да, ну качество хорошее. Это не какой-то там шрипотреб. Так, я уже сюда свои находки. У меня остатки вентилятора. Ооо. Можно медные провода извлечь. Бросься, как в последний раз, как голодная гиена. Лавочки целенькие. Ну, это на Авито не продать. Ну, вообще, на барахолке можно продать. Трусы. Написано, вчера надел. Смотри, вынос хаты. Знаешь, что такое вынос хаты? Нет, расскажи. Вынос хаты, это когда люди делают генеральную уборку дома. Собирают всё в один пакет и выкидывают. Там можно найти электронику. О, а чё-очень? Чехол. Два чехла. Три. Осталось найти телефон. Не, всё по нулям. Я недавно... А сколько у тебя кэшбэк максимальный приходил? 15 тысяч рублей. Но это не в одежде. Это в открытке. Смотри, конвертики, да? С днём рождения. Вот, вот в такой открытке я и нашёл 15к. Ещё один вынос хаты. Держи тебе на осмотр. Ты как новичок. Да, я как неопытный новичок буду сейчас всё это разгребать. Кстати, строительных материалов очень много люди выкидывают. Вот, например, пакет цемента. А тут пахнет электроникой. О, электроника. Краска. Что это у нас такое? О, о, о. Ворочная панель. Лекс. Целенькая? Слушай, ну вообще да. Я их постоянно нахожу. Главное, чтобы стекло не было битое. Ведь на нём сенсорные кнопки. Ну, чуть-чуть просто подушатанное, но всё целенькое. Отлично. Это плюс 3000 рублей. 42 размер. Бутсы футбольные Adidas. Вторые есть? Да. Нормальная находка. Вот самая ценная. Слушайте, вообще, варочная панель, если она ещё работает... Тут пищевые отходы, но сюда надо залазить. Вот это просто опыт и прошаренность. Смотрите, ребята, как быстро он это сделает. Я, к сожалению, пока в пищевую не готов прыгать. Вот это опасно. Поэтому, рыбитушечки, не вздумайте за нами повторять. Очень опасно. Смотри, там самовар какой-то. Охренеть, чувак! Капец тебе фортануло. Правильно говорят новичкам, везёт. Да, это самовар, который работает от сети. И он алюминиевый, к сожалению. А есть самовары латуневые. А латуневый дороже. Но этот можно продать, я думаю, рублей за 800 спокойно. Даже осыпается. Но всё равно, есть люди, которые их перекрашивают. Тут, по сути, тебе 800 рублей просто стоит на ровном месте. Нет, ну, конечно, надо брать. Ну что, друзья, вторая помойка. Погнали. Залезаем уже по привычной схеме. Ищем что-то интересное. Вот пакет озона. Давайте я проинспектирую. Так, ну это в основном остатки. Да, это пищевые отходы. Ножницы стальные, старые. Нет, ничего аппетитного нет. Там яблочко лежит. Нам бы сейчас парочку айфончиков найти для полного счастья. Тут дворники, короче, местные. Вот когда приходишь рыться в помойку, они подходят и считают помойки своей собственностью. То есть они тебе говорят... Тут уже своя мафия такая из дворников, да? Уходи, говорят, это мое. Все, что ты здесь найдешь, это мое. Бывает, берут в руку нож и начинают реально кидаться, угрожать. Я тебя зарежу, говорит дворник, прикинь. Не все так просто, как кажется. Так, смотри, я нашел коробку с обувью. Такие вот ботиночки ЗНД, но... Грязные. Ты мне не советуешь здесь что-то искать, да? Да, если я вылез, там ловить нечего. О, остатки пикничка. Хочешь такого? Заманчиво, конечно. Если чистенький. Смаканешь? Мне кажется, там какие-то червячки уже ползут. Так это мясные, это белок. Мне опасен. Суховат. Перевесило меня. Ты прям занырнул в дошик. Я случайно. Не, вообще интересно, конечно, да. Если с этого еще смогу заработать больше, чем я зарабатывал на перепродаже, то это вообще, конечно. В общем, ребята, ссылочку на канал Штребах я оставлю в описании. У него много рубрик еще, где он, рубрик и помойка кормит, где он еще и питается. Короче, сейчас самое главное и интересное проверить варочную панель Lex. Потому что если она работает, значит это очень хорошо. Так, загорается. О, так, она работает. Слушайте, вторая тоже работает на самом деле. Вообще отлично. Цифры только не показывает. А так работает. Капец, оно шпарит, жарит. Офигенный лот. Самоварчик прям в таком стиле. Единственное, провода питания нет. Итак, размещаем наш самовар. Фоточки просто изумительные. Сейчас вы увидите, получились. Электрический. Это СССР, кстати говоря. СССРовский самовар. Он, может быть, будет цениться больше. Электросамовар. Ну, короче, давайте за полторы тысячи попробуем это выложить. Ну, реально выглядит классно. Я не знаю, что люди такое выкидывают. Чпонькс объявление выложено. Блин, фотки реально на кухне шикарно смотрятся. А сейчас пойдемте чистить плиту. Надеюсь, она уже остыла. Кстати, плита новая. То есть, стоит она 8 тысяч рублей в магазине сейчас. Она продается. Лекс это компания, от которой у нас все. Ну, не все, ладно, вытяжка. То есть, это новая китайская компания, которая поставляет дешевую, но, в принципе, нормальную технику. Так, ну, плиточку я почистил. Не очень усердно это делал. Поэтому остались здесь вот эти вот пригоревшие сахары или что это. Я не знаю. Видите, я еще схемку скачал, чтобы было, ну, понятно людям, какие там размеры. Продаю варочную встраиваемую панель. Поверхность электрическая, две конфорки. Цифры видны не полностью. Но на работоспособность это не влияет. Ну и цену, давайте укажем, 4 тысячи рублей. Надеюсь, что без торга. Так, это разместили. Человек оплатил и спрашивает, точно ли самовар СССР. 1992 год. Так, а СССР у нас распался в 91-м. То есть это почти СССР. Блин, ну это не СССР. Я обманул всех в объявлении. Окей, теперь со шматьем. На самом деле, мне не очень хочется иметь дело со шмотками. Мне кажется, шмотки надо продавать на барахолках. Вот, то есть, ну, как бы, адидасы выставлю. Ну и бутсы тоже, я думаю, футбольные. Попробуем сейчас. Да, к сожалению, отменили, потому что это не СССР. Вот неужели людям принципиально какой-то? 91-й, 92-й год, 90-е. Спустя 20 минут самоваром заинтересовался некий Евгений. И мы договорились на скидку в 300 рублей. Да, это снова авито-доставка. Женщины на почте, мне кажется, меня скоро будут ненавидеть. Так, ребят, доброе утро следующего дня. Занимаюсь запаковкой самовара. Это не так просто, как кажется, потому что, на самом деле, вещь, ну, хоть и не супер хрупкая, но вот попытался основу вот так запаковать. В пленку еще скотчем здесь обмотал. Краник внутрь положил тоже здесь фольги, чтобы оно, если что, не пробилось. Тоже сейчас обмотаю пленкой. Ну и тарелку тоже обмотаю пленкой. То есть, из трех составляющих будет наша посылка формироваться. Упакована. Надеюсь, оно в целости и сохранности доедет. Какая красота. Бабушка, наверное, это самое, да? Да, да, да. 1200 рублей, как с небес упало. За самовар. Спасибо, Штрабухов. Ой, ребят, смотрите, что нашел. Как только не говорите, что во мне начинается эта штука, что я сейчас все буду тащить просто с мусорки. Было бы, если бы люди не отрезали все провода специально. На металл, конечно, его можно сдать, но тащить его на собственном горбу замучаешься, а вызывать грузовое такси для этого не окупится. Это, кстати, я выкидывал давно еще кусок столешницы. Хороший, добротный остаток. Краску тоже дорогущую я выкинул. Давно еще, когда я не знал, что это можно все продавать. В итоге за три дня с помойки чистыми мы заработали 1700 рублей. Но это еще только начало, потому что товары, которые висят, они смотрятся и люди ими интересуются. По крайней мере, я это вижу по лайкам. На варочной панели 96 просмотров и 3 лайка за сутки даже не прошли. На бутсах 3 лайка и 69 просмотров. И кроссовки 43 просмотра и 1 лайк, и люди уже ими интересуются. Это все точно продастся. Сегодня только среда. Но так как завтра мы будем весь день в дороге, а в пятницу уже выпускать ролик, и мы будем в Москве, то как бы продам это все на следующей неделе. Участвуйте в конкурс на косарь, ну и в следующий раз, я думаю, в Москве мы что-то купим на перепродажу, потому что у нас с вами уже есть 21 760 рублей, заработанных с нуля на перепродаже. И мы все ближе и ближе к финальной цели пятой плойки. Следите за моим каналом, подписывайтесь, инстаграм тоже есть в описании. Пока!